Добрый день. Очередной выпуск совместного проекта газеты Витбичи и Белорусского института стратегических исследований. Мы решили посвятить теме, которая в той или иной степени касается каждого. Состояние рынка труда. Андрей Юрьевич, для начала, какие показатели наиболее полно описывают ситуацию, которая складывается на рынке труда, которая используется для описания этой ситуации? Да, добрый день. Здесь существует такой общий показатель, формирующий в целом наши трудовые ресурсы. Это численно занятых в экономике, то есть отглажает количество людей, которые непосредственно сейчас формируют наш ВРП, наши какие-то приростные показатели все. Здесь в области, в принципе, как и в республике в целом, наблюдается устойчивая тенденция по сокращению численности таких занятых. И сейчас у нас в области 458 с небольшим тысяч занятых в экономике. Сокращение происходит как по естественным причинам, ввиду уменьшения численности населения, так и, в общем-то, по причинам повышения эффективности производства. То есть все мы понимаем, что уровень занятости на предприятиях, условно, 50-х годов прошлого века и сейчас он отличается. То есть мне нужно такие уже масштабные производства. Многие вещи делаются роботами, либо конвейерный тип производства внедряется. То есть в зависимости от современных технологий уменьшается количество занятых, что тоже влияет на удаление этого показателя. Ну, это, скажем так, такой обобщающий показатель, в принципе, по ренту труда по региону, скажем так, по экономике. Более точечными показателями по занятости является количество лиц, состоящих на учете безработных. Ну, опять-таки, по крайней мере, немножко специфичный. В условиях Республики Беларусь, как бы, стимулов для постановки на учет, их как бы не так много. Потому что объективные пособия по безработице у нас крайне незначительные. А, скажем так, поиск работы, ну, в принципе, люди, которые осуществляют сейчас сами, с учетом различных информационных ресурсов, интернет-ресурсов, то есть, как бы, люди способны сами найти себе работу без помощи центров занятости. Поэтому там постановка на учет, ну, как бы, достаточно немного, их порядка 800 человек в области всего. То есть, как бы, ну, достаточно низкие удовольствия официально зарегистрированы безработных. И второй показатель, который, наверное, более, краски, отражает сущность текущего состояния рынка труда, это количество вакансий. В Республике Беларусь создан Республиканский банк вакансий, который, как бы, ну, в принципе, все наниматели государственной формы собственности отражают там свои текущие вакансии, запросы. И здесь, ну, часть частных фирм, опять-таки, тоже ищут, выставляют там свои вакансии. Но, к сожалению, не все, да, то есть, как бы, картина близка к полной, но все-таки не лягутся на стопроцентном охвате. По этому показателю, конечно, есть некоторый такой негативный шлейф. Количество вакансий там в течение года пока вот увеличивается, и сейчас достигает порядка 15 тысяч в политической области, что довольно-таки значительное количество. Но здесь надо понимать, что часть этих вакансий – это не полноценные штатные единицы, это там, условно, 0,25, 0,5 ставки. То есть, условно, количество затребованных людей, оно все-таки немного ниже. Но, тем не менее, само по себе, что 15 позиций, 15 тысяч позиций закрыты не в полном объеме, они, конечно, фамилируют некоторую такую нишу на рынке туда, где возможное движение какое-то. Но, с другой стороны, опять-таки, в любой нормальной функционировании экономики надо отметить, что такие вакансии должны быть. То есть, у человека всегда должна быть возможность сменить работу, как бы, если его что-то не устраивает, если он хочет какие-то карьерные изменения, там, географические какие-то территориальные изменения или даже смена профессий. То есть, в любом случае, наличие вакансий – это естественный и нормальный процесс. Другое дело, что они просто должны периодически заполняться. То есть, ну, это такой мобильный такой процесс. Но, тем не менее, это достаточно неплохо. Тем более, что, ну, как бы, по процентам, если смотреть, то это меньше 5% от численности занятых в регионе. То есть, ну, как бы, это не какая-то критическая цифра. Ясно. Ну, теперь цифра, можно перейти к тенденциям. Какие тенденции складываются на рынке труда и какие факторы влияют на ситуацию? Ну, здесь, да, конечно, основной фактор – это, в принципе, сокращение численности населения. То есть, ну, все мы понимаем, что у нас, как бы государство не стремилось к развитию политики многодетных семей, ну, как бы, стимулирование, в принципе, дождаемости, какое-то, может быть, привлечение людей извне, но, опять-таки, медитационная политика у нас достаточно мягкая и, ну, нету нежестких требований, как в России, где, ну, собственно, поставлены, что называется, целевые показатели по тому, сколько человеку нужно привлечь сюда новую ежегодно, независимости от, скажем так, места для этого человека. То есть, у нас это все пока идет в таком легком, мягком режиме. То есть, как бы, кто хочет, тот приезжает, да, из разных стран. В принципе, у нас есть примеры и африканских, и Ближнего Востока, когда люди приезжают. Ну, опять-таки, часть это люди, которые приехали учиться, и потом им понравилось, и они остались. Часть каких-то белорусов возвращается из-за рубежа, кто, ну, из диаспор, да, скажем так. То есть, в принципе, белорусские диаспоры, они широко представлены во всем мире. Но, тем не менее, численность населения у нас сокращается. По республике в целом, опять-таки, по Витебскому региону в частности. И, ну, здесь мы все понимаем, что часть населения выезжает в Минск, в том числе молодежь, то есть, в принципе, самые активные. И те, кто, ну, приоритет, служат, скажем так, источником пополнения человеческого фонда, да. То есть, в принципе, люди, которые способны вот создавать семьи и рожать детей, то есть, они, как правило, нацеливаются на Минск, на карьеру и, в принципе, на жизнь там. Поэтому регион немножко теряет. То есть, из сельской местности люди переезжают в райцентр, из райцентров в крупные города. У нас это, ну, Оршаново, Полоцк, Полоцк, Витебск. И уже, плюс еще движение идет на Минск, особенно для некоторых регионов, которые, можно сказать, Минск ближе, чем Витебск, даже по транспортной какой-то другой составляющей. Но у нас такие регионы присутствуют. Поэтому здесь, ну, это как бы основная такая тяготеющая линия, которая вот вызывает именно ток кардов. И, соответственно, это, ну, зацикливает вот эту проблемную ситуацию на рынке труда, потому что отсутствие людей, оно подождает сложности в реализации каких-то значимых крупных инвестиционных проектов. Потому что инвестер приходит и говорит, я поставлю здесь, но мне нужно там 300 человек. А если он понимает, что на территории 300 человек, в принципе, нету, а если уж это должны быть 300 человек с определенными, ну, профессиональными, какими-то качествами, то есть, когда он инвест не готов или не может полноценно обучить людей, то есть, должна быть какая-то база, то это все усложняет. Поэтому, ну, это вот такой процесс, который, к сожалению, зацикливает и только усиливает проблему. Вторым моментом, ну, опять-таки, вот, когда мы говорим про цифры рынка труда, то здесь, ну, все-таки важным показателем является, ну, помимо вот самих вакансий, да, занятости, уровень заработной платы. И здесь, опять-таки, Витебская область, наряду с Могилевым, она, ну, традиционно находится внизу. Причем, ну, условно, если у нас задать еще и Новополоцк, да, там, с его нафтаном, ну, скажем так, вычитает из зоны, то, как бы, ну, Могилев будет сваляться даже, наверное, немножко получше, потому что он нас постепенно догоняет, в принципе, по региональным разрезам. То есть, у нас зарплата отстает от республиканской процентов на 15, от средней по республике, в которую, в том числе, входит и Витебская область, и Могилевская, то есть, кто и формулирует этот уровень. И поэтому, ну, это, так сказать, опять-таки, стимулирует отток кардов в столичный регион, либо на западный, там, Брест-Гродно, ну, Гродно, там, в принципе, за счет оставцащих зарплаты высокие, то есть, кто-то, может быть, переехал туда, и, опять-таки, с учетом того, что Гродно граничит с Витебской областью, то есть, теми же постами, там, близость глубокого, то есть, Либели, они, в принципе, эти люди способны туда, опять, скажем так, переехать и в части работы, и в части жизни. То есть, это все, конечно, негативно сказывается, но вот отсутствие таких крупных, значимых и ярких примеров в нашей области, то есть, последним таким ярким был мелкий Завор Белой Жесте, вот, он сформировал, как бы, пул такой притяжения кадров, причем со всей республики, и, в том числе, с Россией, то есть, как бы, ну, за счет именно того, что нужны были специалисты определенного профиля, такие, ну, достаточно редкие, в принципе, в мировом масштабе, если, когда, брать там именно вот инженерные специальности, то, то есть, там, как бы, да, был вот пул привлечения со всей страны, с соседних государств, и это, конечно, стимулировало именно улучшение ситуации в регионе и в качестве занятости, и в качестве уровня заработной платы, ну, и, в том числе, все это приводит потом к развитию социальной инфраструктуры вокруг, да, то есть, формированию более качественных условий для отдыха, для развлечений, там, быта. То есть, это вот такая вторая причина этого уровня заработной платы. И, ну, наверное, такой третий фактор, тоже важный в том, что, ну, рынок труда такой немножко с большим количеством вакансий и с низкой зарплатой является еще и тот фактор, что молодые специалисты, которые у нас в области, они, к сожалению, ну, в большинстве своем не намерены задерживаться на своем месте работы, то есть, они отрабатывают и уезжают. ВИСИ проводила опрос среди молодых специалистов в начале лета, и по нему получилось, что порядка 58% респондентов по области, они, вот, можно сказать, дорабатывают и уезжают, то есть, они не видят себя на этом, на текущем месте работы, в текущей местности, да, то есть, в любом случае, переехают. Да, возможно, часть из них переедет в Витебск, ну, или какой-то из крупных городов, то есть, не обязательно, они покинут область, да, но, тем не менее, они для районов, они, в любом случае, оголяют, да, какие-то вот эти вот позиции, и, ну, это формирует такой негативный тренд, и, в принципе, если рассматривать именно молодых специалистов, то здесь основными причинами, почему они, вот, не намерены оставаться на токучем месте, на своем, на первом, это, ну, в первую очередь, конечно, уезжают заработные платы, и здесь, ну, есть двоятое ситуации. С одной стороны, да, возможно, они правы, и в некоторых случаях заработная плата, действительно, не позволяет им, скажем так, полноценно жить, да, и развиваться на этой местности. С другой стороны, все-таки, при отсутствии у них опыта, то есть, наверное, требовать высоких зарплат тоже неуместно, а, ну, случаи бывают и такие, то есть, когда человек, собственно говоря, не может с точки зрения профессионализма что-то такое вот дать, не имеет опыта решения каких-то сложных задач, но, тем не менее, требует более высокая заработная плата, чем, допустим, те же люди, которые уже с опытом себя отработают здесь, то здесь тоже такая, ну, ситуация бывает разная, очень индивидуальная, но, в целом, да, как бы, недовольство заработной платой, для новых молодых людей превалирует. Ну, и отчасти это связано с тем, что люди, ну, скажем так, это новое поколение, то есть, у него нету такой привязки к месту работы, к своему, к первому, да, то есть, к каким-то вот, чувство коллективизма, чего-то такого нету, и плюс развитие технологий позволяет новому человеку сейчас вполне спокойно, ну, во-первых, круг знакомства шире, и плюс, в принципе, сама инфраструктура получает информацию она шире, поэтому он знает, что, условно, в Минске он там способен, там, пойти на такую-то работу и получать больше, или, там, заняться, ну, чем-то творческим и, опять-таки, получать себя на жизнь, ну, как бы, он считает, что он это способен, потому что он видит примеры, то есть, здесь, как бы, тоже отсутствует такая привязка, и, ну, в общем-то, отчасти это стимулируется и родителями, которые тоже, ну, естественно, хотят, чтобы ребенок работал меньше, а получал больше, да, жил в хороших условиях, там, ну, то есть, это все, как бы, к сожалению, ну, опять-таки, зацикливает эту ситуацию, но здесь важно отметить, что среди молодых специалистов, вот, по данным вопросам, порядка сорока процентов говорят, что они не останутся на своем первом месте, потому что они зачаровались в профессии, или, скажем так, то, что они ожидали от профессии, да, оно не соответствует реальности, то есть, они думают, что они будут заниматься вот этим, а занимаются они несколько другими вещами, то есть, здесь, частично, это, возможно, ну, скажем так, специфика нанимателя, который навешивает чуть больше задач, ну, в связи с каким-то, может быть, нехваткой кадров, с другой стороны, это именно проблема практикоориентированности нашего учрения высшего, ну, в большей степени высшего, средне-специального, более заточенного на профессиональные практические навыки, то есть, здесь, как бы, люди приходят в профессию со своими мыслями, учатся с этими же мыслями о том, как они будут работать, когда они приходят на свое первое рабочее место, они столкнутся с реальностью, которая, потом, очень больно бьет по неспективности фантазии, да, то есть, это все присутствует, и, ну, опять-таки, молодые специалисты, в принципе, каждый шестой отмечает, что он выбыл в профессию, ну, он не одумал, то есть, это был или шаг, связанный там, что, вот, мой друг пошел, я тоже пойду сюда же, да, или это навязанная профессия, профессиональный выбор родителей, то есть, ты будешь юристом, значит, будешь юристом, хотя, возможно, у человека, ну, как бы, другие интересы, либо еще какие-то факты, там, ну, опять-таки, те же айтишники, да, то есть, как бы, ну, такой информационный бум, всплеск, и, ну, пропаганда, скажем так, до этого направления, она тоже вызвала определенный поток по этим специальностям. В конце времена, в 90-е, там, администрат, это программисты, где-то, вот здесь сейчас вторая такая волна, то есть, ну, вот эта вот необдуманность, она тоже, соответственно, потом вознащает, потому что человек не готов... А, по ориентации, да? То есть, какая профессия, чем они реально занимаются, то есть, как бы, не то, чтобы человек, там, в интернете читал историю про ветрача, которые, там, собачек маленьких и кратин их лечит, а понимал, что, в принципе, ветрач он лечит не только собачек, там, еще и, там, коров, коз, и, в принципе, если ты пойдешь учиться, то ты, ну, тем более, на бесплатное, то есть, ты будешь отрабатывать, ну, соответственно, ты будешь отрабатывать не с собачками, а все-таки с голубыми, свиньями и прочими. Позволю ремаху. Все чаще слышатся реплики о том, что надо не начинать профориентацию уже с детского сада нашего. Ну, детский сад, как, да, здесь, ну, понятное дело, что, в принципе, любому человеку нужно, ну, ребенку, в смысле, ну, постепенно расскажут о каких-то профессиях. То есть, понятно, что дело, что ты в детском саду не будешь рассказывать, чем занимается детская задача, ну, прям, в реальности, да? То есть, ну, просто, как бы, обозначать круг профессий, которыми занимаются люди, опять-таки, популяризировать именно рабочие направления, что тоже важно, чтобы, ну, дети понимали, что, помимо, там, экономиста-юлиста, есть все-таки другие профессии, которые очень важны, и без которых, ну, собственно говоря, ни экономист, ни юрист, ничего будет ни кушать, ни, там, лечиться, ни детей обучать. То есть, здесь, как бы, да, это все, ну, постепенно должна быть такая система четкая, с выходом к тому, чтобы, ну, в восьмом-девятом классе ученик, ну, уже более-менее четко представлял хотя бы какой-то, хоть какой-то объект, куда он пойдет, чтобы он уже немножко сконцентрировался на том, какие предметы ему нужны, то есть, чтобы он понимал, действительно, интересные ему эти знания, какие-то дополнительные, получается, такие занятия, чтобы потом постепенно он выходил именно на подготовку и реальность, реальность профессии, потому что это крайне важно, ну, как бы, есть, конечно, позитивный опыт, это педагогический класс, который сейчас действует, это агроклассы, да, то есть, они вот именно постепенно настраивают людей, учеников на то, что, ну, чем будет заниматься, как это все происходит, то есть, это проникновение, скажем так, в профессию, понимание каких-то вот и частично бумажных вот этих вот моментов, ну, в любом случае, есть в любой профессии, поэтому, ну, вот это позитивная практика, которая должна расширяться и усиливаться, потому что, ну, прослеживается тренд, что люди заканчивают, ну, то есть, идет образование, идет отдельно от работы, то есть, человек заканчивает образование, а потом уже как-то пытается найти себя в рабочей сфере, ну, возможно, совершенно в других направлениях, и это, конечно, негативно сказывается, что люди, так получается, какое-то время остаются без работы и работают, ну, не так качественно, как могли бы на этом месте, и люди, которые, ну, именно, настроены на эту работу, скажем так, да, то есть, воспоминания своих обязанностей, да, все-таки есть специальности, где, ну, скажем так, это очень важно, то есть, те же врачи, то есть, там, если человек не настроен лечить, то, ну, в принципе, это уже не значит уже. Ну, здесь просто уместен классический вопрос, что делать, то есть, частично мы уже затронули, да, какие меры принимаются на уровне области, ну, чтобы каким-то образом дезбалансировать, которые, да, компенсировать. Да, то есть, ну, вот, как бы, профориентация, опять-таки, это, ну, бы, такой основной рейтмотив, который должен идти, и он, ну, на примере педагогических классов, а программных классов, он, да, как бы, развивается, ну, и будет развиваться я думаю дальше, все-таки, ну, процент поступающих потом по профессии, он, ну, говорит о том, что, ну, со стороны, он, как бы, не стопроцентен, но, в основном, это, как раз и свидетельство о том, что, в принципе, люди, вот, попав в даже такое мелкое направление, там, педагогический класс, условно, ay ideia? Они понимают, что все-таки педагогом я быать не буду, то есть, ну, я там не могу, то есть, у меня были другие представления, да, у меня я понимаю, что я там что-то не сделаю, поэтому они не поступают на педагогический. И это тоже хорошо. То есть они осознали это до того, как поступить в высшеучебное заведение, до того, как, ну, если там... Безплата, то есть, мифы пойти, что называется, на какую-то обязанность отработки государства, то есть, не понесли каких-то материальных затрат, если это платное обучение, то есть задания сформировали, что они... А те, кто готов, те, кто поступают, их там тоже достаточно большое количество. Даже если брать нашу ВГУ, там свыше третьих выпускников педклассов области, они как бы пошли в ВГУ. То есть то, что существует еще и танк университета в Минске, тоже, который оттягивает на себя витурентов. Поэтому, в принципе, это хороший такой показатель. То же самое по оградным классам. Несмотря, в принципе, на проблемы наполняемости кадров в сельском хозяйстве, они тоже позволяют проникнуться профессией, понять, что это и как, готов ли ты работать на земле. То есть почувствовать какую-то атмосферу определенную и уже целенаправленно поступать. И опять-таки, если рассматривать наполнение кадров в сельском хозяйстве, то здесь, конечно, дополнительным мерой стимулирования является принятое решение область полкома о примировании дополнительных выплат для молодых специалистов по категориям медврач и зоотехник. Пока, к сожалению, это только по многим направлениям. То есть не по всем выпускникам наградного профиля. Но, тем не менее, это тоже стимулирует оставаться специалистов и развиваться им в своей стадии, чтобы получать более высокие результаты. И нам ВПК это крайне важно. Именно, чтобы была прослойка, кажется, среднего такого звена, которая обеспечивает выполнение технологических процедур качественно и целевоустремленной, чтобы у них была мотивация к этому. То есть это тоже позитивный пример. Плюс в сельском хозяйстве, если досматривать, то область полкома и райисполкома выступают, скажем, комбинсаторами. Есть такая возможность получения осадочки от армии для молодых людей, которые включили на первое рабочее место. Ну, плюс, это жилье. То есть в сельской местности это дома, либо там общежития. То есть при предоставлении жилья. То есть, как бы, ну, такие стимулирования они присутствуют. Ну, да, к сожалению, наверное, их сейчас не хватает. Потому что, в принципе, ну, скажем так, информационная пропаганда работы, она сейчас у молодого поколения, поколения, все-таки, не наземна. То есть, к сожалению, работать именно вот... Даже руками тут уже, как бы, скажем так, далеко не все готовы. Потому что, тем более, работать в сельском хозяйстве. То есть, к сожалению, ну, поколение меняется. А технологии у нас не настолько шагнули вперед, чтобы мы могли вот минимизировать численно занятых в сельском хозяйстве. Отдав все там на какие-то беспилотные технологии. То есть пока это все разрабатывается, но до практики, тем более в Витебском регионе там специфика и контурности полей. Ну, короче, много разных специфических моментов. Поэтому до нас эти технологии, наверное, дойдут все-таки не в первую очередь. Им в полноценном таком масштабе, чтобы перекрыть вот эти вот вакансии. Плюс, если мы говорим в целом о рынке труда, то здесь, конечно, работа центра занятости по переподготовке тех, кто в основном на учет безработных объявления курсов бесплатных обучения с последующим результатом. Это и возможности для развития обучения и открытия малого бизнеса. То есть активная работа в этом плане ведется по обучению, по переподготовке. Но, опять-таки, она охватывает только тех, кто, ну, действительно готов прийти в центрах занятости. К сожалению, опять-таки, люди, ну, не нацелены к этим шагам. Важный момент, что люди сегодня должны быть готовы к тому, что в течение жизни, или, как говорят специалисты, придется переучиваться и не один раз какие-то специалисты. Да, тем более, если мы говорим о современном этапе, то есть вот для молодого поколения, но, понятное дело, что человек сменит ни одного работодателя и даже ни одну профессию, в принципе, возможно, даже кардинальным образом меняет, потому что технологии развиваются очень быстро, экономика развивается, и некоторые сферы выпадают, скажем так, из актуальности за счет замены какого-то замещения, появляются новые. Поэтому, да, здесь процесс обучения, это вот опять-таки и ориентирует на то, что изначально в школе нужно быть, выставить цепочку профориентации, чтобы чувствовать свое направление, свою зону. То есть как бы не узкое направление, не специальность, а просто как бы такой вектор, скажем так, движения, и уже потом в этом векторе как бы пытаться подстраиваться вот и экономику, которые по текущей экономике, да, и перестаиваться, переобучаться. Но, да, обучение становится ключевым фактором, и здесь надо понимать, что правильно туда будет определяться вот этим фактором, готовностью тебя быстро менять работу, менять условия работы, как-то встаиваться в текущие цепочки. Да, понятно, что тема такая, которую мы сегодня затронули, многоаспектная, интересная. Я думаю, что мы еще не раз в наших выпусках вернемся к ней. А на сегодня спасибо.